Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира Личности. Сегодня с вами нырнём в тему желания вседозволенности. Во-первых, я хотела бы его легализировать, сказать, что желание вседозволенности — это нормально. В первую очередь, нам для формирования реалистичного представления о себе надо сказать, что это норма, потому что если мы это не воспринимаем как норму, то выявление у себя желания вседозволенности вызывает у нас ужас. Начинаем чувствовать, что мы плохие, начинаем нападать на себя, нападать на эту Демчук, которая нам про это рассказала, что аутоагрессия повышается, и ничего хорошего с этого не получается. Поэтому давайте легализируем и скажем, что желание вседозволенности — это норма, присущая нам всем. То есть, когда мир такой, как нам хочется, когда всё по-моему, нам хорошо. Когда мир не такой, как нам хочется, когда не по-моему, нам плохо. И ребёнок, когда рождается, он приходит в мир зацикленным на себе. Он не понимает, что у других людей могут быть какие-то дела, что им может быть плохо, что мы не смысл их жизни. И очень многие люди, несмотря на то, что они повзрослели, остаются такими детьми. То есть, желание вседозволенности на первоначальном этапе — это норма. И ребёнок, он действительно беззащитный, он действительно уязвимый, ему действительно нужна опека, потому что он маленький. И родители как бы должны ему это обеспечить. Те дети, которые эту вседозволенность не получили, они потом будут всю жизнь её искать. То есть, или же те дети, которые получили в её избытке, которым не сказали о том, что у других людей тоже есть потребности, надо уважительно относиться, они тоже будут пытаться этот мир подстроить под себя, подчинить себе. Мы видим с вами две крайности. Или же вседозволенности не было вообще, или же она была в избытке, и не развивалось уважительное отношение к другому, как к равному. Когда мы с вами встречаемся с другим человеком, нам важно помнить, что мы, во-первых, встретились с нетождественностью, этот человек иной, а во-вторых, мы встречаемся тоже с некоторой долей зацикленности на себе. Мы зациклены на себе, и другой зациклены на себе. И эта зацикленность на себе, это желание, чтобы было по-моему, это и есть обслуживание нашей индивидуальности. То есть мы с вами не говорим, что желание, чтобы всё было по-моему, это что-то плохое, и с этим стоит бороться. Не говорим. Мы говорим, что когда мы уже переступаем какой-то край, где начинаем других убеждать, что моё мировоззрение верное, а твоё нет, и ты должен делать всё так, как я хочу, мы говорим, что вот здесь уже возникает проблема. И обычно люди, которые привыкли быть категоричными, они не могут как будто найти этот баланс. Они или же полностью отменяют себя ради другого, и потом в избытке начинают требовать, чтобы ты дал мне так, как я до этого давал тебе то, что ты хотел. И это типично детское поведение. То есть когда мы не эволюционировали, когда у нас детская система координат не заменилась взрослой системой координат, то тогда единственный способ получения желаемого – это я должен быть каким-то хорошим, и тогда другой даст мне желаемое. гораздо печальнее, когда человек в этой игре, и этот другой – это в целом мир. То есть человек придумывает себе некий образ соответствия, хорошести, он из-за него себя отменяет, и потом начинает требовать у мира в целом, чтобы мир дал ему желаемое, и начинает испытывать по отношению к миру обиду. Человек может обидеться на мир, на народ, на страну может обидеться, на всех людей обидеться. Такое детское – это возникает только тогда, когда я до этого отменял себе, жертвовал собой, а мир не дал мне желаемое. В принципе, это причина всех депрессий. Когда мы падаем в депрессию, мы говорим, «Все, я тогда отказываю жить». Это такая детская истерика по отношению к миру, что я тебя наказываю, «Я отказываю жить», или же это истерика нашего ложного «Я», которую она закатывает реальному «Я». Ты, реальное «Я», не можешь обеспечить меня желаемым, и поэтому я не дам жить. Я хочу умереть, потому что реальное «Я» не может обеспечить желаемое. То есть, видите, здесь какая тонкость. Вот этот сценарий по поводу «Дай мне желаемое». Я вот буду хорошим, а ты мне дай желаемое. Мы используем в отношениях с другими людьми, например, на работе, а не только в семье. Мы используем по отношению к миру, когда мы хорошие, приятные, замечательные, и мы ждём, что мир повернётся к нам в светлой стороной «Да, желаемое». И те же самые отношения у нас разыгрываются внутри Личности, когда мы разбитые на части внутри, мы не понимаем эти части, и мы соответствуем хорошему образу, и не получая желаемое, начинаем атаковать реальное «Я», которое не может дать то, что я хочу. Вот это идеалистическое представление о том, как должно быть, всегда будет порождать эту атаку на того, ради кого я пожертвовал, а он не дал мне желаемое. Некоторые люди, например, уверены, что они несут благо, несут помощь, несут какие-то великие знания. И когда другие не хотят быть восхищены этим, не хотят брать это и хвалить, то человек это воспринимает как атаку на себя, как нападение. Он же уверен, что «Я принёс вам скрижали», «Я принёс вам заповеди», а вы такие неблагодарные. Итак, этот детский механизм хорошести весьма часто и ошибочно воспринимается как жертвование. То есть человек это делает для того, чтобы получить потом какие-то преференции, получить благо, захватить власть над другим, понравиться ему. Но он воспринимает это как будто «Я жертва». Он забывает, что он это делает для себя. То есть отмена себя в надежде получить потом желаемое – это не жертвование. А многие считают это жертвованием и поэтому выставляют большой счёт другого. человеку мало того, чтобы другие давали то, что они хотят, но человек вот в этой вседозволенности хочет, чтобы другие радовались, чтобы они были радостны, когда могут это дать. Поэтому задача усложняется. То есть видите, этот идеальный мир, этот кукольный домик, желание вседозволенности, он весьма обусловлен. То есть мало того, что всё должно сбываться так, как я хочу, ещё и другие мало того, что должны делать то, что я хочу, должны это делать с улыбками, должны радоваться. Мы когда попадаем в отели или в ресторан, там другие нас обслуживают и радуются. Как будто он улыбается, нам кажется, что радуется. И поэтому окружить себя такими раболепствующими людьми это вот тешит нашего, вот этого вот ребёнка. То есть он обслуживает меня, радуется. Высшее счастье. Поэтому чем субъективнее мир, то есть чем наша система координат имеет большую эгоцентричность на нас, то есть всё, как я хочу, тем кукольнее, субъективнее будет наше представление о том, каким должен быть мир. Из-за этой субъективности, кукольности у нас возникает много боли, потому что фактически всё не так, как я хочу. И тогда человек выходит в другую крайность, он становится обесценивающим, такой бурчащей бабкой. Это не так, то не так, это не так. Он сравнивает с этим идеалистическим миром, ничего не совпадает, он говорит, всё не так. И в этом обесценивании человек начинает терять вообще смысл жизни. То есть всё обесцененное, все люди обесцененные, все учёные обесцененные, все писатели обесцененные, режиссёры, весь мир. Весь мир лишён смысла. И человек как будто живёт среди обломков, которые не имеют смысл и не понимают, что отсутствие смысла здесь только из-за того, что есть несоответствие идеалистическому представлению о том, как должно быть. То есть, видите, наша боль, наша обесцененность и себя в том числе, наша злость, что-нибудь, по-моему, наши претензии, они все исходят из вот этой нашей субъективности. Только не говорите, так что я теперь вообще ничего не должен хотеть. Это другая крайность, такая же далёкая от реальности. Важно понимать, что это застревание на этом эволюционном этапе, где я хороший мир должен дать мне желаемое, принуждая человека искать причины недовольства вовне. То есть, когда человек, ему он уверен, что он вот такой весь хороший, замечательный, в нём причин нету, значит, причина должна быть вовне. В эгоцентричности или я виновата, или другой виноват. Человек не может себе всё время терзать. Понимаете, это больно. Человек хочет уйти от боли, поэтому постоянно аутоагрессировать на себя невыносимо. А вот аутоагрессировать — это, как мы говорили выше, нападать на реальное я за то, что она не обеспечила желаемый мир. Человеку больно. Тогда Личность находит альтернативу, начинает нападать на других. Другие виноваты, что не так, как надо мне. Человек эту плохость делегирует другому, то, что мы называем, проекцией. Он говорит, это из-за вас мне плохо. И когда человек не думает о том, как он может пересмотреть своё мировоззрение, как он может его синхронизировать с реальностью, как он может добавить туда объективности, как он может глубже понять причину следственности, если он ничего этого не делает, то в какой-то момент он инвалидизирует себя. То есть, если всё зависит от внешних обстоятельств, от меня ничего не зависит, значит, я практически младенец, у которого нет возможности влиять на этот мир. Потому что, если я на этот мир не могу повлиять тотально, весь его сделать, каким надо, всех людей сделать, какими мне надо, то тогда я вообще не могу влиять. Это тоже детство. Это не прошедшая эволюцию, застрявшая где-то личность. И вот в этой «если я не могу полностью изменить мир, могу лишь частично», человек говорит, «я тогда вообще ничего не буду делать, я тогда вообще ничего не буду пробовать». И человек уходит в депрессию. Вот эта усталость, отгнобление себя, набрасывание на других, оно всё возникает в этом идеальном мире. то есть мы можем сказать, что идеалисты это самые жестокие люди. Люди, стремящиеся сделать мир идеальным, убрать оттуда всё плохое, с одной стороны кажутся нам такими святыми, но в то же время там будет много жестокости, потому что всё, что не влазит в идеальную коробочку, будет класться на прокрустово ложе, там, где, когда путник не вмещался на ложу, у него то, что не вмещалось, разбойник топором отрубал. Голова, ноги и остаётся что-то. Вот это насильственное принуждение и себя соответствовать, и других соответствовать, порождает эту внутреннюю жестокость. Но проблема в том, что человек не воспринимает это как жестокость, он воспринимает это как нечто другое, как совершенствование, как улучшение, как правду некую. Вот этот праведный гнев, он всегда возникает тогда, когда реальный мир не вместился в этот кукольный домик построенный. То есть реальность, она слишком большая. Многие люди из-за того, что они сектанты вот этой секты кукольного домика, фанаты его, они даже изменяют свое восприятие. То есть они вводят себя в некий транс, когда они видят желаемое. Они хотят обмануться, чтобы найти хоть какое-то подтверждение тому, что то, что я хочу, есть на самом деле. И вот эта идеализация, желание найти подтверждение тому, что я хочу, это тот самый человек, это та самая девушка, это тот самый учитель, тот самый психолог, и так далее, и так далее. Эта идеализация, несомненно, приведет к разочарованию и к злости. То есть потом будет мощный выброс ясти, потому что человек, допустим, находит психолога, пусть Ольга Демчук на ютюбе, начинает отменять себя, опять с ножом, с серпом и молотом подходит к себе, начинает себе править. Ничего не получается, и он говорит, всё, она плохая, вот делегируй ей плохость. Пока не поменяется принцип системы, пока человек будет не пытаться познать объективную реальность, хотя бы чуть-чуть, а будет впихивать себя в некий идеальный образ, у него даже могут поменяться правила, принципы этого идеального образа, но образ всё равно этот идеальный есть, который должен привести меня к этому идеальному домику. Всё будет одно и то же. Поэтому в первую очередь, в первую очередь важно понять, что это желание вседозволенности есть, легализировать его, понять, что оно есть, не пытаться его скрыть от себя, потому что то, что мы скрываем от себя, становится подводным течением, которое наш корабль будет кружить, кружить вот вокруг этого кукольного домика. В первую очередь мы легализируем, во вторую очередь мы подвергаем сомнению свою боль, когда нам больно, мы понимаем, что боль из-за того, что не по-моему. Даже если есть объективная причина, в мою квартиру залетела баллистическая русская ракета, мне больно, но все равно понимать, что моя боль из-за того, что не по-моему разрушен мой дом и так далее. Я не говорю здесь, что вам не должно быть больно, больно будет, но понимать, что это из-за не по-моему. Когда мы понимаем, что есть это не по-моему, то есть или мир не тождественный мне, или другой человек не тождественный мне, мы в сознании удерживаем, что это сейчас не святая истина, а что это не соответствие тому, что я хочу. И это позволяет нам уменьшить вот это вот уверование в собственной правоте. То есть фактически мы ранимся, а не возможность получить желаемое. А не мир ранит меня. Мы ранимся, а не возможность получить желаемое. Мы сейчас говорим только про внутренний мир, мы пока других людей не обсуждаем. То они делают не то, хотели они зло, не хотели, только про то, что внутри. То есть мы эту боль генерируем внутри, мы ранимся, не получение желаемого. И вот это важная мысль, прям вот где-то запишите, так как я хочу невозможно, а на то, что возможно, я не согласен. вот это главная проблема, когда человек не хочет меняться под меняющиеся обстоятельства и продолжает стоять на своем. Или же человек, например, девушка хочет выйти замуж, и с ее конфигурацией личности у нее есть возможность вот с этим категорией мужчин быть, а она говорит, нет, с этим я не согласна, я хочу с другими, при этом сама меняться не хочет. То есть вот в этой невозможности получить желаемое и с нежеланием согласиться на то, что доступно, и возникает безысходность. Вот так мы себя запираем в безысходности. Когда нет желания пересматривать свою субъективность, меняться, и поэтому мы не можем пересмотреть вот это свое хочу, вот это свое помоем. вот эта безысходность, она будет пророждать озлобленность. Человек себя ощущает как собакой, которая привязана цепью. И он ощущает эту запертость, он ощущает несвободу, но ему кажется, что эту несвободу создал внешний мир. А несвободу создает кукольный домик, внутри которого он себя поселил. То есть только так и никак иначе. я бы хотела, чтобы, как всегда, в комментариях, чтобы у вас закрепился материал, вы написали, какие из убеждений, раньше в которых вы были полностью уверены, 100% уверены, говорили, это истина, какие из убеждений вы все-таки пересмотрели, изменили их и поняли, что это было детской максималистической глупостью, и в комментариях напишите. Также я прошу лайкать видео, продвигать, помогать. Тоже я с вами делюсь, и вы что-то для меня сделаете. Ставьте плюсики для того, чтобы канал набирал обороты, чтобы люди могли тоже посмотреть эти видео, пишите комментарии, подписывайтесь, делитесь с друзьями и так далее. Я вас приглашаю на вебинар. Вот к этому вебинару это видео записано. Желание вседозволенности, неузнанная жестокость. Он пройдет 20 августа. А также я вас приглашаю на проект практикум, где будет практикум, и будут лекции исследования внутреннего мира личности. Вот кому интересна моя теория, вот вам надо туда. Там будет целостное представление о личности с моей точки зрения. 7 лекций по 3 часа по субботам, где мы будем разбирать фильмы. Ссылка на этот проект тоже есть под видео или на моем сайте ольгадемчук ольгадемчук.org До встречи!